Здравствуйте, уважаемые зрители канала Баланс ТВ! Мы рады встрече с вами, и сегодня мы хотим предложить вашему вниманию еще одну грань «Формулы мира» с Евгением Черновым. Здравствуйте, Женя! Здравствуйте, Елена! Для тех, кто с вами не знаком, я вас представлю. Вы являетесь тренером по ораторскому искусству и представляете такую организацию, как «Молодежь за трезвую столицу». Все верно. Скажите, пожалуйста, ну вот если мы говорим о «Формуле мира», «Формула мира» Евгения Чернова, какова? Это, скажем так, внутреннее состояние больше или то, что приобретается вами извне? Знаете, долго размышлял над этим вопросом, когда меня пригласили на эту передачу. Оказалось, тема очень интересная, отозвалась внутри. И родилась некая такая формула. Сегодня хочу с вами как раз ей поделиться. Отлично, давайте. Если говорить о внутреннем или внешнем, оно, конечно же, все в совокупности. То есть как внешнее влияет на внутреннее, так и внутреннее изменяет внешние обстоятельства. Но прежде всего, если мы говорим о «Формуле для конкретного человека», то есть если конкретно обо мне, то для меня это прежде всего внутренняя работа. То есть мир — это такой процесс внутренний, который не прекращается никогда. Когда человек встает с утра, я встаю каждое утро, и я понимаю, что нужно начинать этот бой. И каждый день этот бой постоянно продолжается. Вот эта борьба внутренняя, но борьба не против чего-то, а вот борьба во имя мира. Как сказал великий человек, «никогда не пойду на митинг против войны, я пойду на митинг за мир». И вот эта вот борьба, она каждый день, я уверен, у каждого человека. Он встает, и он понимает, что нужно делать, нужно меняться, нужно что-то предпринимать, какие-то усилия для того, чтобы очередной день окончился победой. Вот вы являетесь представителем такой яркой молодой команды, как «Молодежь за отрезовую столицу». Вот, собственно говоря, что вас сподвигло к этому, заниматься нравственным воспитанием молодежи? Вы могли бы, я не знаю, посвятить свою жизнь путешествиям, например, или семье своей. Почему именно такой выбор вы сделали? Что явилось отправной точкой? Это какая-то такая миротворческая миссия ваша? Что это такое? Да, вопрос, конечно, непростой вы задали. Знаете, я… Не я, а мы. Мы проводили такие исследования, опросы на улицах Москвы. Мы ходили и задавали один и тот же вопрос всем людям. Мы спрашивали, вот есть такое высказывание, чем больше отдаёшь, тем больше получаешь. Согласны ли вы с этим высказыванием? Да. И что самое удивительное, все 100% людей, которых мы не встречали, а мы подходили к разным людям, все отвечали «Да, мы согласны». То есть сразу же вот как-то 100%. Хотя это не научный факт, это не доказано. И это нигде в школах особо не изучается. Не прописано нигде. Не прописано нигде, ни в законах государства. Но тем не менее, почему-то все люди, которые к нам встречались, они все уверены в том, что чем больше ты отдаёшь, тем больше получаешь. Вот такой некий закон. Но со временем я понял, что почему же люди не делают? Ведь все знают этот закон. Почему люди не совершают тогда эти поступки? Потому что, а, не хватает знаний для того, как правильно совершить эти поступки. И, б, не хватает просто сил, нет просто энергии для того, чтобы совершать эти дела. И на тренингах по целеполаганию я всегда рассказываю эту лестницу. Три таких шага. Если интересно, могу поделиться. Да, давайте. Я как раз хотела спросить, какие у вас методы, чем вы, собственно, увлекаете молодёжь, и, скорее всего, это, наверное, какое-то перенаправление, да, мыслей, поступков. Вот расскажите об этом, это интересно. Потому что очень сложно отказаться от привычки, да. Говорят, что надо найти ей какую-то замену. Собственно, этим вы, я так понимаю, занимаетесь. Интересно, да? Сейчас об этом расскажем, да. Как правило, мы не говорим о том, что что-то вредно. Мы не отнимаем бутылки или сигареты. Мы не боремся против алкоголя, табака, а мы выступаем за трезвость, и мы говорим о том, к чему лучше стремиться. И человек, молодой человек, или неважно какого возраста, человек сам принимает решение, куда ему идти. И вот как раз вот эти три шага для того, чтобы появилась у тебя, во-первых, сила для того, чтобы совершать эти поступки, да. Да. Первый шаг — это как раз отказ от вредного, от всего вредного. Вредное, то есть то, что нас тянет вниз. Это могут быть любые вредные привычки. Вот всё, что нас стягивает вниз, это всё, мы понимаем, что это вредно. Но некоторые люди за всю жизнь не могут отказаться от этого. Но, тем не менее, к этому нужно стремиться, нужно отсечь всё то, что нас тянет вниз. Вот интересно как, мы ведь понимаем, что это, что такое хорошо, что такое плохо, да. И совершенно чётко делаем, зная, что за этим пойдут какие-то последствия, да. Вот удивительно устроен человек. Удивительно. Иногда мы делаем это для того, чтобы пройти какой-то определённый урок, а иногда просто из-за нехватки знаний. Но знаний не просто теоретических, а от человека, который прошёл это. И как раз поэтому у нас такой принцип главный в нашей организации, что все члены организации, они должны быть осознанно неупотребляющими алкоголь, табак и прочие наркотики. И этот первый шаг, отказ от ненужного, это всего лишь ноль. Вот некоторые говорят, ну, по сути, отказ от вредного, это можно назвать трезвостью. Потому что трезвость мы понимаем нестандартно. И многим приходится объяснять. Потому что некоторые люди, большинство людей у нас в стране, с которыми я сталкиваюсь, они понимают трезвость как отказ от алкоголя, табака, наркотиков. Но мы понимаем, что трезвость под трезвостью — это состояние, при котором человек способен анализировать. Конечно же, он не употребляет никаких психоактивных веществ. Но при этом он ещё способен анализировать поступки, делать какие-то выводы. И вот это трезвое состояние, не опьянённое никакими делами, которые могут привести его к деградации. То есть это может быть опьянение деньгами, может быть опьянение властью. Любовь даже иногда опьяняет так, что человек сходит с нужного направления. Да, кстати, ведь в любви тоже есть определённые какие-то крайности, которые могут привести человека к такому состоянию. Вы совершенно правы. Поэтому любой вид опьянения, по сути, это отсутствие трезвости в нашем понимании. И вот это первый шаг, но это всего лишь ноль, это всего лишь норма. Вот мы отказались от вредного, и мы вышли в ноль. Некоторые говорят, вот трезвость — это уже якобы ты какой-то хороший стал. Ничего подобного. Ты всего лишь вышел в нулевую позицию, в норму, в своё естественное состояние, с которым ты родился. А дальше второй шаг, очень интересный, ограничение себя в полезном. Ну-ка, поподробнее. По-подробнее, очень интересная эта тема, можно долго рассуждать. Но по сути, если просто взять, кушать полезно. Но если мы много едим, все знают, что это заканчивается болезнями. Спать тоже полезно, нужно для нас. Но если мы спим слишком долго, потом проблемы с суставами, с позвоночником и прочее. С ленью, с ленью встать, с ленью вообще что-либо делать. Чем больше смешно, тем больше хочется. Знакомо очень. Или, допустим, ну что ещё полезно делать? Любую вещь, которую полезно делать, мы назовём безопасность. Нам нужно себя как-то держать в безопасности. Но если мы излишне себя ограждаем, если мы перестаём общаться с людьми, если мы перестаём выстраивать коммуникацию, идти просто и делать что-то. Ведь часто люди страдают не от того, что нет ресурсов для осуществления их мечты, а страдают от того, что они не могут сделать этот первый шаг. Вот это как раз безопасность. То есть человек себя настолько защитил трёхметровым забором, сигнализациями, защитил от воздействия людей-вампиров, да, некоторые говорят. Но если ты не будешь общаться с людьми, ты не достигнешь результатов. И это как раз почему мне интересно заниматься риторикой, ораторским мастерством. Потому что это как раз и выход из зоны комфорта, когда ты понимаешь, что тебе нужно войти в коммуникацию даже тогда, когда тебе этого не хочется. Потому что результат ты никогда не можешь предсказать. Но результат бывает разным. Иногда этот человек становится твоим другом, иногда партнёром, иногда это может стать твоей судьбой, да, эти отношения. И поэтому вот этот второй шаг — ограничение себя в полезном. То есть человек должен понимать, что есть полезные вещи, но если мы не будем себя в этом ограничивать, если мы с утра себя не заставили выйти и сделать зарядку, если я с утра себя не заставил встать под контрастный душ, облиться ледяной водой, то я знаю, что не будет энтузиазма, не будет решительности у меня в этот день. А всего лишь я просто победил себя, внутренне победил себя. Но я не боролся против себя, а я боролся за то, чтобы у меня день прошёл хорошо, удачно, успешно. Ну да, в здоровом теле здоровый дух и, соответственно, правильные мысли, правильные действия. Скажите, Женя, а вот есть ли какая-то такая тенденция, может быть, вы её заметили, поскольку вы занимаетесь определённым, как бы, типом молодёжи, да, которые пытаются отказаться от вредных привычек. Говорят, что человек, который принимает разные интоксикации, он как бы недолюблен в семье, может быть, там, не знаю, в обществе. Так психологи, во всяком случае, утверждают. И он, как бы, не заключив мира внутри самого себя, начинает, как бы, знаете, ему противостоять, как бы, воевать и так далее. Есть ли такая тенденция, что не хватает именно любви? Вы знаете, действительно так и есть, вот как вы говорите. То есть прежде всего, когда человек отравляет себя, мы говорим, не пьёт человек алкоголь, а отравляет себя. Даже в маленьких дозах это всё равно отрава. И если человек отравляет себя, неважно чем, то, по сути, это нехватка любви, будь то в семье, или будь то у него внутри, его мир внутри, внутренний. Нехватка гармонии. Вот ещё, ну-ка, мир для меня это равно гармония. Может, потому что я музыкант. Но это люблю слово гармония. То есть когда всё находится в гармоничном состоянии. Ну это, кстати, прекрасная формулировка, что мир — это гармония. Да, действительно, это так. И как раз это и есть третий шаг, вот мы дошли. А третий шаг, смотрите, сначала мы понимаем, что у нас нету сил. Нет сил. Первый шаг — отказываемся от всего вреда. Второе — ограничим себя в полезном. Для чего? Для того, чтобы наполниться силами. То есть когда мы ограничим себя в полезном, вы заметите, да? После того, как ты сделал над собой усилия, откуда-то появляются силы. И ты наполняешься этими силами. И когда тебе уже не в моготу просто держать это всё в себе, ты понимаешь, что нужно совершать какое-то действие. И мы приходим к той формуле, чем больше отдаёшь, тем больше получаешь. Но ты здесь наполнен силами. Потому что некоторые люди пытаются совершить добрые поступки, не имея внутри вот этой энергии. То есть они сами обесточены, но они пытаются сделать какое-то добро другим. Это понятно, что бессмысленное действие. Как раз третий этап — это нужно вот эту энергию в правильное русло направить. Но это уже вообще отдельная тема, да? Какое правильное русло? Здесь вот я хочу как раз прийти к формуле. Это всё было вступление. А формула мира, которую я вывел для себя лично, размышляя над этим вопросом, она состоит из четырёх составляющих. Четыре основные вещи. Это можно представить в виде пресса. С одной стороны, знания. Но знания не простые, а знания о том, в чём смысл жизни, для чего я здесь нахожусь. Как раз знания о том, о чём мы до этого говорили, да? А с другой стороны — состояние любви. То есть любовь и знания. И вот эти тиски, они должны сходиться. Третий компонент — это действие. То есть кто-то должен совершать действие для того, чтобы эти компоненты сходились. Для того, чтобы знание было в любви, а любовь была наполнена знанием для того, чтобы правильно совершать. Потому что некоторые люди находятся в состоянии любви, но они не умеют передавать эту любовь и часто очень ломают дров. Потому что отдавать нужно тоже, зная, как это делается. Так вот, действие. Действие. Если мы совершаем действие, то мы приближаем эти вещи. И четвёртая составляющая, она как бы над этим, она наблюдает со стороны. Это трезвомыслие. Я его так назвал. Трезвомыслие для меня — это равно разум. Но я буду говорить о трезвомыслии, потому что здесь для меня более понятный термин. Трезвомыслие — это состояние предсказать последствия своих поступков. То есть, по сути, трезвомыслие видит, что есть действие, есть знание, есть любовь. И как это всё совершается? То есть оно предсказывает, что в итоге из этого получится. То есть некий закон причинно-следственных связей, да? Да. То есть если я совершаю какое-то действие, то я вижу, к чему это приведёт. Почему люди некоторые не могут отказаться от алкоголя и табака? Потому что они знают, что это вредно, но всю суть и тонкость вот этого процесса они не понимают. Они не могут проследить в долгосрочном перспективе, как это может аукнуться в его жизни и в жизни его родственников. Или ещё вот это метод такой тисков, я представил. А ещё интересный образ, как ткацкий станок. Знаете, когда сходится и расходится, я не знаю, как это называется правильно, вещи, но два, так сказать, составляющие ткацкого станка, они сходятся и расходятся. Есть действующие, которые приводят в действие, да? То есть либо это электричество, либо это ручная какая-то. Но тем не менее кто-то приводит в действие ткацкий станок. И есть наблюдающий, тот человек, который вообще сконструировал этот станок, тот человек, который знает, какая ткань получится, какая картина выйдет. И вот этот результат, как раз вот любовь и знание, они вот так вот совместно начинают общаться. И выходит ткань, это результат, это как раз и есть мир для меня. То есть мир, и если мы рассмотрим каждый из этих компонентов, допустим, любовь. Вот если просто человек любит, то как это может быть? Вот просто любовь, мне кажется, ее мало. Потому что тут появляется, знаете, есть синдром такой снегурочки, да? Так, ну как. Когда человек, в психологии есть такое понятие, когда человек просто совершает какие-то добрые поступки, потому что вот он любит, да, человека, возможно. Пример, когда в школе мы даем списать кому-то, давали. Один раз, второй раз, третий. Вроде бы ты из любви делаешь, но у тебя не хватает знания, правильно? Потому что этот человек потом не поступит в институт, к примеру, потому что ему не нужно было учить математику, потому что математику за нее делал ты. Ну конечно. И вот это состояние любви очень часто ее можно применить к сферам жизни. Потом знания. Если знания без любви, мы знаем, к чему это приводит. То есть знания, можно атомную бомбу еще одну придумать, да? Можно придумать, как обмануть кого-то, кого-то ограбить. То есть это знание просто, оно никуда не ведет ни к чему хорошему. То есть люди бывают очень умные, но они направляют этот ум не в нужное русло. И третий компонент — действие. Действие просто так, если направленное, то оно тоже само по себе приводит к негативным последствиям. Мне вот недавно посчастливилось озвучить книгу Льва Николаевича Толстого «Три притчи». И там одна из притч вот прямо в тему действия. Рассказывайте. Люди идут по лесу, и они поняли, что они заблудились. И одни люди, они разделились на две части все люди. Одни люди говорят, надо просто идти в том же самом направлении, в котором мы шли, и мы когда-нибудь выйдем из леса. Вторая часть людей говорит, нет, нам нужно просто ходить во все направления сразу и желательно как можно больше вариаций. А один человек только из этой толпы вышел и сказал, он говорит, не нужно делать ни того, ни другого, нужно просто остановиться и нужно понять, нужно осознать, что с нами произошло и выбрать третий путь, истинный путь. Это как раз и есть человек, который обладал трезвомыслием. Сейчас мы к нему подойдем. То есть очень показательная притча. И Толстой как раз и говорит, он в своей жизни говорит, я оказался тем самым человеком, который пытался докричаться, что эти два пути, они ни к чему хорошему не приведут. Ну и в наше время такое тоже встречается постоянно. А трезвомыслие, если просто человек видит последствия своих поступков, то есть он может просто анализировать, просто обо всем знать, но он не будет совершать действий, он не будет знать, и самое главное, не будет это все находиться в состоянии любви. И это тоже ни к чему, говорится, конструктивному не приведет нас. Вот как-то ни один компонент отсюда я не могу выбросить из этой структуры. Но я не претендую на истинность, хочется дискутировать на эту тему. Мне кажется, это формула мира, на мой взгляд. Да, довольно интересный взгляд. Женя, скажите, наверное, у вас был какой-то или есть учитель, который вас научил или указал этот путь мироустройства. Кто-то есть, вы можете о ком-то упомянуть или о чем-то, что у вас правильный момент жизни направило на этот путь. То есть очень важно, когда в жизни человека есть какая-то проблема, и мы все сталкиваемся с этим. Планета Земля так устроена, что это такой тренажерчик на смирение. Здесь нужно постоянно понимать, что это экзамен. Очень важно, когда в нужный момент появляется учитель или какая-то важная книга. Можно даже посмотреть фильм какой-то и сделать какие-то выводы правильные. Кто или что было в вашей жизни вот таким путеводителем в этом мироздании? Да, вы правы. Действительно, всегда должен быть учитель или хотя бы наставник. К сожалению, у меня вот учителя нет. Я стремлюсь еще на пути, нахожусь к этому. Но те люди, которые изменили мою жизнь, такие люди есть. И я им очень благодарен. Ну, значит, они являются учителями фактически, потому что они, наверное, вовремя подсказали какое-то правильное слово сказали. Может быть, да. Я их больше называю как наставники, потому что, хотя личность с ними не со всеми общалась. Но, тем не менее, слова этих людей, то, что они писали, говорили, для меня оказалось действительно поворотным в моей жизни. То есть оно изменило сознание. Скажите, Женя, многие люди думают, вспоминая вашего любимого Ричарда Баха, что если мы выпьем сейчас, то как бы мы уйдем от проблемы. Это же иллюзия, правильно? Согласитесь, иллюзия. Мы не уходим от проблемы, проблема остается. То есть мы ее не решаем фактически. Получается, что мы на какое-то время впадаем в какое-то состояние, там, не знаю, кайфа. Проблема-то остается, правильно ведь? Мы не решаем проблему, мы просто отсрочиваем решение этой проблемы. Но проблема в том, еще другая проблема возникает в том, что оттягивая этот момент решения проблемы, может оказаться слишком поздно потом. Либо уже возраст, либо умственные способности, либо, ну, просто время идет. Обстоятельства могут сказаться другие. Есть окна возможностей, да, как окна Авертона. Окна возможностей. Если ты вовремя не создал свой бизнес, если ты вовремя не обучился, то потом будет очень-очень трудно. Ведь ребенок, который воспитывался, мы знаем, да, в дикой природе, случайно такие случаи были, да, то он потом не мог говорить по человеческим языкам, не мог уже научиться. То есть просто пропущено. И если мы оттягиваем при помощи алкоголя, табака, мы просто этот ком увеличиваем, ком-проблем. И потом нам будет все труднее и труднее решить эту проблему. И многие люди как раз почему не хотят отказаться от алкоголя? Почему они всяческими способами начинают себя оправдывать? Даже вот смешными способами. Ну, то есть ты видишь, что просто нелогично человеку что-то говорить, но он отстаивает. Почему? Потому что ему трудно посмотреть на то, что он ошибается. Ему трудно посмотреть на то, сколько у него всего скопилось дел, которых нужно решать. И, кстати, возвращаясь к Льву Николаевичу Толстому, он же основатель одного из первых обществ трезвости в России. И он в своем произведении как раз и говорит, для чего люди одурманиваются. Есть такое произведение замечательное. И он говорит, для того, чтобы заглушить чувство совести. То есть, по сути, либо совести, либо вот я бы еще добавил проблем, которые скопились за всю свою жизнь. Он уже много кому плохого сделал. Уже жена ушла, уже с работы выгнали. Возможно. А возможно, эти проблемы еще маленькие. Но они... Не могу познакомиться с девушкой. И он оттягивает этот процесс, молодой человек. И он просто употребляет алкоголь и знакомится. Но, по сути, он не решает этот внутренний барьер, этот блок. И он никогда не познакомится с нормальной девушкой. Потому что он не решил вот эту задачу в своей жизни. Может быть, для этого он здесь и родился, чтобы ее решить. А он просто от нее уходит. По сути, иллюзия. То есть, вы в своей программе, в своей организации... Я, насколько понимаю, это благотворительная организация. Все, кто там работает, работают благотворительно. Ну, честно говоря, я снимаю шляпу. Потому что это такой, в общем, сложный, ответственный путь. И делать это вот так безвозмездно, это очень здорово. Если я правильно поняла, значит, проблема является не бутылка водки, любого алкоголя и интоксикации, а проблема является отношение человека к этому. И если он готов противостоять этому, никакие соблазны не ворвут своего жизни. И он как бы выстоит на этом пути. Поэтому, собственно говоря, все рекомендации, которые вы даете, они очень практичные, очень хороши. Потому что человек может этим воспользоваться. Это не просто, скажем, некая теория. Это конкретные практические задания, которые могут действительно воочию увидеть человека, понять, что да, действительно, можно веселиться без наркотиков, можно радоваться без сигарет, можно общаться, не знаю, без вот всех этих ужасных средств, которые доводят человека до такого состояния. Полностью согласен. Как раз основатель нашего пятого трезвеннического движения в России – это Федор Григорьевич Углов. Это тоже один из лидеров, к которому я преклоняюсь. А я как раз хотела вас про него спросить. Вы меня передели. Я с удовольствием читаю его книги. И мы даже проводим угловские чтения ежегодно. Очень интересное мероприятие. И он сказал такую вещь. Вот то, что вы сейчас примерно сказали. Трезвость наступит. И трезвомыслие только тогда, когда алкоголь будет стоять на полке в магазине, а люди не будут его покупать. Но все-таки в настоящее время мы действуем с двух сторон. Ограничительные меры, постепенные, и разъяснительные. То есть человек должен понимать, почему не надо употреблять. И с другой стороны, государство должно поддерживать, должно как-то немножко быть на стороне все-таки трезвых людей. Что сейчас и происходит, собственно говоря. И поэтому согласен с этим утверждением. По поводу еще мира, раз уж у нас передача «Формула мира», я бы хотел еще такую вещь сказать, что самое главное действие, вот еще практично, хотел бы обратиться ко всем, очень важно, и то, что мы на занятиях по ораторскому мастерству эту технику даем. Но она очень проста, сейчас объясню. По сути, мир — это тогда, когда ты принимаешь вот эту формулу. А формула следующая. Когда создается конфликтная ситуация, или конфликтный какой-то инцидент, человек появляется конфликтный, то первое, что ты должен сделать, — это согласиться. Но не согласиться полностью с его позицией или с этим человеком. Но ты должен просто дать возможность и этому человеку просто высказаться. Ты должен согласиться с тем, что его позиция имеет место быть. Ведь почему происходят войны? Потому что кто-то считает, что другой неправ. По сути, если мы просто скажем, да, он тоже имеет право на свою позицию. Вот это главное правило риторики. Первое, что ты должен сделать, — это согласиться. Почему риторика, кстати, в Древней Греции была самой главной наукой? В высшем образовании ее изучали. Потому что если человек не умеет соглашаться с окружающими людьми, то он закрыт от знаний, от любви, от всего. И он не может развиваться дальше. Конфликтная ситуация у вас произошла дома, на работе, с кем угодно. Первое, соглашайтесь. А потом уже поймете, с чем вы согласились, почему вы согласились. Можно просто согласиться, сказать, что да, действительно, существуют такие же люди, которые думают так же, как и вы. Или действительно, я так же раньше думал, как и вы. То есть все, человек сразу же вам очень благодарен становится, потому что вы с ним согласились хотя бы с частичкой того, что он сказал. Почему злые люди вокруг нас есть? Потому что с ними никто не соглашается. Ну, дайте ему возможность выговориться. Но не принимайте его сторону, если он не прав. Но не нужно спорить, не нужно бороться против зла, а нужно бороться за мир. Совершенно верно. Нужно уметь принимать другую точку зрения, правильно ведь? И на самом деле это такая великая дипломатическая позиция, когда мы понимаем, что весь мир устроен так, что нам нужно научиться общаться друг с другом. Если на острове один человек, что он про себя не знает, он может заниматься йогой чем угодно, как только появляется, не знаю, пятница или кто-то еще, он через этого человека понимает все про себя. И здесь, конечно, очень важно научиться слышать другое мнение. Ты действительно можешь с ним не соглашаться, но хотя бы готова быть его услышать. Это очень правильно. Это такая прям действительно миротворческая дипломатическая позиция. Это здорово. Скажите, Жень, вот есть такая фраза «Все к лучшему в этом лучшем из миров». Она вам как-то близка? И как бы вы ее определили для себя? «Все к лучшему в этом лучшем из миров». Я начну с последнего высказывания этого определения. Я не знаю, лучше это мир или нет, потому что я другие миры не знаю, но мне нравится этот мир. А первая часть высказывания «Все к лучшему». Даже если это не к лучшему, человек должен быть убежден, что это к лучшему. И в этом как раз и есть секрет. То есть, когда человек считает, что все к лучшему, тогда любое препятствие в его жизни, любое несчастье, которое он настигает, он сможет преодолеть. он сможет найти урок в этом каком-то, может быть, неприятном для него событии. То есть, опять же, желание понять, для чего тебе эта ситуация пришла. Да, вопрос «не за что», а вопрос «для чего». Для чего мне это нужно? И вот это тоже очень важный поворотный момент. «Зачем? Что я могу из этого получить? Какой вывод?» И вроде бы мы начинали о том, я говорил, что мир — это внутреннее состояние, но в то же время, если мы не проецируем это вовне, то есть, если мы не находимся в гармонии, хороший слоган есть, да? Да. В мире с собой, в гармонии с миром, да? Да. То, по сути, это неполноценно, вот это высказывание. То есть, надо ладить мир внутри, но через это попытаться, хотя бы попытаться изменить мир вокруг. Очень хорошая притча, когда девочка идёт по берегу моря и после большого шторма рыбу выбросила на берег. Рыбу всю живность. И она идёт и просто берёт рыбу и выбрасывает обратно в море. И идёт навстречу человеку и говорит, «Зачем ты это делаешь? Это всё бесполезно». Вот часто нам так говорят, когда приходим, даже в школе просто встаёт человек, молодой, семиклассник, к примеру, да, встаёт и говорит, «Ну вот что вы делаете? Вы думаете, вы что-то этим измените? Вы же ничего этим не измените». И я всегда вот рассказываю эту притчу. И девочка, она берёт очередную морскую звезду, выбрасывает её в море, она говорит, «Ну я хотя бы попыталась что-то сделать, я хотя бы что-то делала». И вопрос в том, чтобы каждый человек хотя бы что-то начал делать. Очень правильно, вот абсолютно правильно. Мы все как-то пытаемся перекинуть ответственность на другого, на самом деле, мы можем начать только с себя. И, Женя, ещё хотела бы задать такой вопрос. Вот в принципе-то вообще вот мир в мире возможен, когда всё хорошо, когда нет проблем, когда вот все люди поняли про себя, что нужно жить вот так, что хорошо вот это, вот это плохо, и мы будем делать только хорошо. Возможно? Или всё-таки это мироздание так устроено, что здесь всегда есть некое противостояние? Всегда есть противостояние, и для этого, наверное, мы в этом мире. Всегда нужно понимать, что будет и плохо, и хорошо. Но другой момент, из плохого мы должны выйти победителем, а когда нам хорошо, мы должны готовиться к тому, что будет скоро плохо, а значит, надо всё равно работать над собой. То есть вот это постоянная внутренняя работа, постоянная внутренняя борьба за мир. И всё-таки это борьба или это мирные переговоры? Борьба за мир внутри, но когда ты находишься, если ты общаешься с человеком, с другим, то здесь как раз ты должен соглашаться, и тут мирные переговоры. А внутри борьба. Вот это такое, казалось бы, вроде бы несовместимое вещь сейчас сказал. Ну вот я так считаю. Что если ты с собой постоянно будешь соглашаться, навряд ли ты наполнишься чем-то таким. Хотя можно поспорить. А какие книги бы вы посоветовали почитать? Может быть, это художественные произведения? Молодёжи, скажем так, чтобы как-то немножечко сориентировать себя в этом пространстве жизненном. Я знаю, что одним из любимейших ваших авторов является Ричард Бах. Да? Да. Вот книга Ричарда Баха «Иллюзии» или «Чайка». Конечно же, советую её прочитать. Надо быть, конечно, аккуратным, потому что в той передаче, когда мы обсуждали эту книгу, там я для себя тоже много нового открыл. Но тем не менее, я считаю, что… Сейчас скажу. Знаете, какие книги нужно читать? Нужно читать книги о жизни тех людей, которые нас вдохновляют. Вот если человек был великим, и он действительно обществом признан, что он что-то сделал хорошего для общества, может быть, он ещё жив, этот человек, а может быть, нет, то мы должны изучать, как он жил. И желательно, чтобы он сам об этом писал. То есть автобиографичные книги. И когда мы читаем эти книги, мы перенимаем эти качества характера, которые у него были. И мы вовне, мы сразу же видим людей, у которых есть эти качества характера. И мы сразу же видим тех людей, у которых не хватает каких-то качеств характера. И, соответственно, мы делаем определённые выводы, общаться они с этим человеком или нет. То есть это тоже важный момент чуткости к людям. Потому что мы не всегда способны правильно выстроить диалог. Это тоже очень важно. Включается такой момент наблюдения ещё, да, вот этой жизни со стороны, что очень важно, наверное. Ты начинаешь немножко мыслить, как тот человек, о котором ты читаешь. Поэтому тут очень внимательно нужно выбирать себе вот этих кумиров или лидеров, о которых ты читаешь. Потому что в школе, когда я задаю этот вопрос, они называют каких-то современных, я их даже не знаю. А потом, когда прихожу домой и смотрю, это просто ужас какой-то, да. Какие-то там спайдермены, какие-то комиксы, понимаете. Для них это герои. Я говорю, кто для вас герой? К сожалению, мало кто называет ветеранов войны, мало кто называет своих дедушек и бабушек. Потом я подвожу к этой мысли, вот на руках патриотизма как раз. Но всё-таки должна быть хотя бы одна личность в истории. Вот для меня это Махат Маганди, Фёдор Углов, Лев Николаевич Толстой. Вот, наверное, вот самые такие сильные личности, которые сейчас вспомнил. Серафим Саровский. Вот о них хочется читать. Категорически с вами согласна. Жень, наше время эфира подходит к концу. Я благодарю вас за очень интересную беседу. Я надеюсь, что зрителям будет очень интересно послушать нашу передачу. Огромное вам спасибо. Вы знаете, у меня вот после нашего диалога поселился в душе и в сердце мир, потому что когда ты понимаешь, что эта планета Земля наполнена вот такими людьми, как вы, и теми, кто с вами в одном строю, то как-то становится очень спокойно и радостно на душе. Спасибо вам огромное за то, что вы делаете. Это большое доброе дело. Спасибо огромное. Инна, я тоже знаю вашу деятельность. Я могу то же самое сказать в ваш адрес. Это не в качестве лести, а в качестве того, что действительно, как сказал Владимир Георгиевич Жданов, он сказал, лидеров надо беречь, потому что лидеров очень мало. А лидеры — это те люди, которые действительно меняют ход истории. Они незаметные, часто бывают. То есть лидер — это тот, который просто делает какие-то вещи бескорыстно. Его не видно, но его нужно беречь. И вот как раз-таки я в ответ тоже хотел сказать, что спасибо «Баланс ТВ», спасибо за то, что вот таких людей приглашаете на передачу. С удовольствием смотрю передачу «Баланс ТВ». Спасибо. Спасибо. Спасибо огромное. С нами в студии сегодня был удивительный человек, миротворец Евгений Чернов. Смотрите наши передачи на канале «Баланс ТВ», передачи «Вилайна Гомес». До новых встреч. В эфире «Добрые новости». В наш «Добрый магазин» поступили особенно добрые товары. Теперь у нас столько доброты, что мы готовы поделиться ею со всем добрым миром. Добрые люди, приходите к нам в «Добрый магазин» за добрыми товарами. Добрые книги, добрые специи, добрые семинары, добрая косметика и добрая аюрведа ждут своих добрых покупателей. А для «Добрых оптовиков» у нас действительно добрые скидки. Позвоните нам по «Доброму телефону» 8 926 390 07 82 или заходите к нам на «Добрый сайт» www.dobrodefizshop.com Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова